А у Барановича, когда информационная кампания у Сосветный День Бородьбы со СНИДом, долучились озорки белорусского телебачения. Рассказывают наши корреспонденты. У таким форматом мероприемство произошло в першине в городе. У им приняли удел представники Министерства Аховы Здоровья, программы развития ААН, столичных и региональных эпидемиологических центров, громадских организаций, местных уладов и ведомых медиаперсон. Усеяны стали уделниками пресс-конференции, на которой шла говорка про захворывание и мерах его профилактики. Проекты по борьбе с ВИЧ и СНИДом у Беларуси при поддержке программы развития ААН действующие с 2004 года. Эта международная организация, тесно супрацовничая из Министерства Аховы Здоровья Республики Беларусь, уже успела шмач его сделать. За этот период в страну было привлечено более 50 миллионов долларов иностранной технической помощи, которая в основном шла на закупку антиретровирусных лекарственных средств для пациентов, живущих с ВИЧ, на закупку диагностического оборудования сложного и расходных материалов к нему. От теории до практики перешли удельники компании на центральной улице города, где бы у Сталивана продвижный кабинет тестирования на ВИЧ. Ведомая телеведучая Светлана Боровская первая прошла тест, показавший таким чином приклад расшучести и важности, сделанного кроку. Выник был отмолвным, что надало расшучести и некоторым местным журналистам провести эту процедуру. Удельники акции, у которой задеяничены не только Барановича, але еще и три города, Нясвиш, Лида и Минск, мают намер провести около 200 тестов. Официально в Барановицком районе зарегистровано 142 вишинфицированных человека. 108 из них проживают в городе. Как не трапить у такую группу и что делать, коли беда не обмянула? Отказы на эти вопросы могут отримать любые жадающие. Но самым информованным в этой далекатной теме переможцем викторыны актриса театра и кино Олеся Грибок дарила диски с сериалом «Вышей за небо», где она выконала одну из головных ролев. Долучились до столичных гостей и волонтеры Барановицкой организации «Червоного крыжа». Если бы я узнал, что со мной живет рядом инфицированный человек, но я относился бы как к обычному человеку, они же ничем от нас не отличаются по сути. Я бы относился к нему с каким-то, ну, помогал бы, чем поддерживал. Ну, конечно, может быть, какой-то себе отрицательный эмоций был. Однако удельник акции Жихар Светлогорска, сябра правления белорусского супольництва людей, які живут з ВИЧ, Ягуэн Спивак, ведая, что громадство еще не готово толерантно ставиться до инфицированных людей. У нас сейчас уже есть такая практика в стране. К лечению вичной инфекции подходят комплексно. То есть ведением пациента занимается не только врач, а целая команда людей. И в команду входят такие люди, как психолог и равный консультант. Удельники акции имели мягчимость притягнуть диалог со специалистами, представниками громадскости и журналистами у неформальной обстановки. Кожен мог выказать свое особистое меркование обыснуючей проблеме. Наталья Василевская, Мария Вечорка, Юрий Тито, областные новины, Барановичи.